Привет, друзья! В июне в Сан-Франциско пройдёт ежегодная конференция игровой индустрии E3. Это видео сделано как напоминание того, что нам стоит ожидать для VR в этом году. Мы также затронем слухи и немного поспекулируем. Всё начнётся 9 июня с презентации Electronic Arts. К сожалению, шансов получения VR-версии и их новых игр очень мало. Компания целенаправленно игнорировала VR-платформу и ожидается, что так оно и продолжится. Есть надежда на небольшие миссии во вселенной игр, как было с первым Battlefront'ом. Из плоских анонсов мы ожидаем демонстрацию Battlefield, Anthem, дополнение для Sims и новые части спортивных игр Electronic Arts. На следующий день пройдёт презентация от Microsoft, и у VR-индустрии есть большие надежды на эту тёмную лошадку. Есть вероятность, что Xbox X таки получит поддержку WMR-шлемов виртуальной реальности. Купертинцы отчаянно проигрывают Sony, и поддержка VR с 360-градусным трекингом и без внешних сенсоров может перевалить чашу на сторону зелёных. Ещё летом 2016-го компания обещала поддержку Fallout 4 VR на своём Project Scorpio, но время шло, а обещания забылись. Из стартовой линейки можно надеяться на No Man's Sky, Sea of Thieves и, конечно, не стоит забывать серию Halo. No Man's Sky уже давно намекает на поддержку VR в обновлении Next, а Море Воров отлично подходит для VR-сеттинга со своей простой графикой и незамысловатым геймплеем. 11 июня Bethesda будет демонстрировать свои наработки за последний год. Компания уже выпустила три VR-переиздания своих топовых игр, и есть надежда, что боссы довольны продажами и продолжат двигаться в том же направлении. Вряд ли мы получим совершенно новую VR-игру. Скорее появится переиздание, которое они смогут продать VR-игрокам по второму кругу. Из кандидатов на ум приходят Fallout 3 и New Vegas, Prey, Dishonored и Wolfenstein. VR-игроки хотят полноценных игр, которых за два года существования VR появилось не так уж и много, и с радостью оторвут с руками любую из игр этих вселенных. Позднее, в тот же день, Devolver Digital расскажет подробности Sirius M4 Planet Badass. И хотя игра не была анонсирована для VR, сомнений нет, она появится на шлемах, как и все другие части. На очереди Square Enix. Квадратные Enixы пока не сильно заглядывали в виртуальную реальность. Было лишь несколько маленьких PSVR-игр по вселенной Final Fantasy XV и небольшое демо по вселенной Deus Ex. На очереди Ubisoft. У них уже есть две VR-игры, анонсированные в прошлом году. Первая это Space Junkies, космический мультиплеерный шутер. Вторая это странный VR-проект совместно с Элайджей Вудом, Transcendence. Скорее всего мы узнаем больше подробностей по обоим продуктам, ну и надеемся, что будут и новые анонсы. 12 июня мы посмотрим PC Gaming Show. Это обычно та выставка, где представлять свои новинки Oculus. К тому моменту мы уже будем знать подробности новой игры Insomniac, и скорее всего будет названа дата релиза Marvel Powers United VR. Напоследок у нас будет Sony, которая безусловно продолжит продвигать свой шлем с помощью VR-эксклюзивов. ПК-пользователям стоит тоже обратить внимание на эту презентацию. Некоторые крупные эксклюзивы могут оказаться временными. В 2016 году на E3 Sony анонсировала поддержку PSVR для Resident Evil 7, в прошлом году Skyrim VR, и в этом году мы узнаем, что будет новенького. Кого не стоит ждать на этой презентации, так это Rockstar. Компания порадовала нас VR-версией LA Noire в прошлом году, но все их силы будут брошены на Red Dead Redemption 2, и VR-анонсов скорее всего не будет. Также не стоит ожидать присутствия Valve на конференции, традиционно компания избегает данного мероприятия. Мы помним, что Valve обещали нам три VR-игры, а также новые контроллеры-кастеты. Но так как это Valve, разработка может продолжаться годами. В даты проведения конференций мы будем транслировать многие, если не все конференции, и синхронно переводить анонсы. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить, ставьте лайк, если вам интересна такая трансляция, и пишите в комментариях, какие игры вы ждете на E3. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok